Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программы «Спросим прямо» в студии Марии Латышева. В гостях в студии ТВКома сегодня секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале, заместитель председателя Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов. Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Добрый день! Рады вас видеть. Поговорим о вашей партии, о делах насущных. Давайте вспомним выборы 10 сентября. Это дата, которую много ждали, все ждали изменений в республике. Пути открыты сегодня? Как прошли выборы в республике? Как вы оцениваете? Ну, выборную кампанию прежде всего оценивает избиратель. И, конечно, региональное отделение партии мы тоже оцениваем. Мы не так давно провели заседание нашего регионального полицовета, обсудили итоги. Ну, а также оценивают итоги выборной кампании и вышестоящие органы партии. Мы, кстати, получили телеграмму от нашего генерального секретаря после выборной кампании Неверова Сергея Ивановича, который поблагодарил за высокие результаты как по выборам главы республики Бурятия, так и по выборам депутатов муниципальных образований, главы Джидинского района. У нас все-таки 85 было еще мандатов муниципального уровня. Также мы получили благодарственное письмо от имени председателя партии «Единая Россия», председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, также он поблагодарил за высокие результаты и пожелал нам плодотворной работы. Но, в целом, результаты, они просто так не даются. Этому предшествовала кропотливая работа. И, прежде всего, конечно, это внимание было приковано к выборам главы республики Бурятия. Но, кроме этого, я уже сказал, что мы еще проводили и муниципальные выборы у нас. Проходили в республике Бурятия 85 мандатов. Это выборы главы Джидинского района, выборы муниципальные. Это Усть-Баргузин, это муниципальное образование городской поселения Усть-Баргузинское. Там мы выдвинули наших кандидатов в депутаты сельских поселений, и вот из 10-ти 6 наших выдвиженцев одержали победу. Также муниципальное образование сельское поселение Бургузинское. Также из 10-ти, кстати, тоже одинаково 6 наших одержали, 60%. Джидинский район и Инхорска из 8-ми, значит, 7 депутатов наших выдвиженцев одержали победу. Прибайкальский район, это Нестеровская, из 10-ти 9-ти 90% выдвиженцев одержали победу, стали депутатами. Также Нестеровская, это Прибайкальский район, Заиграйский район, Верхнекурбинская из 10-ти 8. Ну вот и Джидинский район, выборы главы района, наш кандидат Царенов Валерий Ильичин Доржевич, в такой очень сложной борьбе при помощи партии Единой России, при помощи, значит, избирателей одержал убедительную победу. Там было достаточно непросто. И все-таки вот он доверие большой получил, несмотря ни на что. То есть на 85 мандатов муниципального выбора уровня мы выдвинули 81 нашего кандидата. Из них 70% в целом это, то есть 59 мандатов, это депутаты, это стали, одержали победу кандидата от партии Единой России. Ну, для сравнения КПРФ 9 человек, справедливый Россия один. Единая Россия доминирует. Но, как я сказал, главный выбор, конечно, главы Республики Бурятия. Мы к ним готовились. И у нас в уставе партии четко определено, что на должность высшего должностного лица Республики Бурятия партия должна провести, ну, как и по всем кандидатам, но особенно здесь предварительное голосование. И, конечно, мы это предварительное голосование провели по всей Республике. Кустовые площадки собирали по несколько, по три-четыре района. Участвовали в основном члены партии. Но, поверьте, дома культуры были переполнены. И наш кандидат, и второй человек, который также участвовал, это Бавукин Юрий Алексеевич. Вот они достойно представляли себя как кандидатами. Говорили о своем виде на развитии Республики, о социально-экономическом развитии, развитии инфраструктуры, целом улучшении жизни. И 8 июня прошла региональная партийная конференция, на которой тайным голосованием большинством голосов был выдвинут на должность высшего должностного лица Республики, главы Республики Бурятия, кандидатом ЦДН Алексей Самбуич, который уже до этого работал, был назначен президентом Российской Федерации, временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия. Понятно, Владимир Анатольевич, цифры большие. Москва дала высокую оценку бурятскому отделению «Едина Россия». Это все понятно, но, тем не менее, были ли какие-то нарушения? Не обвиняли ли вас в использовании административного ресурса в прошедших выборах? Нарушений больших нет. Вот именно в этой кампании по выборам главы Республики Бурятия значительных нарушений не было. Об этом констатировала и наша избирательная комиссия республиканская, также и наша центральная избирательная комиссия, что в Бурятии выборы прошли по главе Республики Бурятия спокойно. И впервые, наверное, за это время не было таких каких-то жалоб, которые доходили до суда и так далее. Вообще, я считаю, что, и мы считаем, вот именно так выборы должны проходить, чтобы на воле заявления избирателей негативные разные факторы не влияли. И избиратель, тем более, придя на избирательный участок и избирая главу Республики Бурятия, как гаранта нашей Конституции, гаранта всей улучшения жизни, конечно, он, чтобы на его воле изъявления никто не повлиял, чтобы он сам сделал свой выбор. И вот этого удалось добиться. Перед выборами все делали ставки, прогнозы и говорили о том, было бы хорошо, если мы перевалим за 40%. Перевалили за 40%, вот 41,65%, 297-397 тысяч избирателей. В 2016 году на выборах федеральных, это 18 сентября, на федеральных выборах депутатов Госдумы, явка составила 40,5%. Вот что можете сказать в целом о явке? Вроде активность повысилась, чуть-чуть даже увеличилась. Да, мы ожидали, что явка будет выше, чем в прошлом году. В прошлом году на самом деле было 40,5%, в этом году 41,65% избирателей пришли на избирательные участки, то есть гораздо выше. Прирост есть. Да, прирост есть. И вот вы сами назвали это, 297 с лишним тысяч, из них 260, более 260 тысяч отдали за нашего кандидата. Но это связано с чем? В течение 15 лет, с 2002 года по 2017 год, у нас прямых выборов главы Республики Бурятии не было. Вы знаете, что те, которые проходили у нас, это были выборы, наверное, в Народном Хурале, то есть согласование Народного Хурала, когда президент Российской Федерации представлял кандидатуру на должность сначала президента Республики Бурятии, ну а потом после внесения изменений в Конституцию главы Республики Бурятии, конечно, народ свое вот такое право реализовать и избирать, он пришел и он это сделал. Поэтому ожидали такую явку, народ знал, что это очень важные выборы, главные выборы и не остался в стороне. И мы благодарим вот избирателей, которые нашли время, пришли и выразили свое мнение по главе Республики Бурятии. Циденов, Дорож, Багдаев, тем не менее, с явным преимуществом, с большим отрывом побеждает Циденов. Вот в чем залог успеха победы на выборах? Да, за Циденова проголосовало 87,43%. Кстати, Российская Федерация, вот из 16 субъектов на третьем месте, это очень достаточно высокий уровень доверия. Я думаю, что этот уровень доверия оценит и Москва, уже оценили. И я думаю, что нашему главе, который уже вступил в должность и работает, Алексею Самбовичу Цидену, будет более комфортно решать вопросы, необходимые для развития Республики Бурятия на федеральном уровне, имея такую хорошую поддержку избирателей. Ну и оппоненты получили они поменьше, но тем не менее, я должен отдать оппоненты, которые тоже работали в нормальном русле выборной кампании, не использовали разные пиар-технологии, а также работали с избирателями, они размещали свои банны, размещали свои агитационные материалы, ну то есть старались, значит, тоже каким-то образом понравиться избирателю, без черных всяких технологий. Я вот повторюсь, что вот выборы так и должны проходить, чтобы не забивать умы избирателей разной неправильной информации. Понятно, Владимир Анатольевич, выборы закончились. Какие задачи сегодня стоят перед Бурятским региональным отделением Единой России? Ну, у нас задач очень много, но первая задача это выполнение программы наших кандидатов, программы партии, с которой мы всегда выдвигаем наших кандидатов на любые должности, будь это глава сельского поселения или глава района, или депутат сельского поселения, районного уровня и так далее, и так далее, конечно, глава республики Бурятия. Это первая задача, эта программа, я вот всегда это подчеркиваю, мы всегда программы, мы формируем исходя из наказов избирателей, из их пожеланий, их предложений, их мнений. И наша программа, она народная программа, у нас первая задача выполнить эту программу, она очень насыщена по всем направлениям, экономическому, социальному развитию, строительство школ, больницу, создание комфортных условий, создание рабочих мест, и это главная задача. Но для выполнения этой задачи у нас есть разные пути, это одно из путей, это реализация, мы утвердили партийный проект, у нас есть федеральные партийные проекты, которые внесут в себе финансовую составляющую, охватывают социальную сферу. Да, и социальную сферу, и экономическую сферу, мы работаем на реализации этих партийных проектов. Но кроме этого, конечно, мы работаем и над партийным строительством серьезно. На сегодняшний день у нас членов партии уже почти 17 тысяч человек, членов партии, сторонников у нас перевалило вот недавно за 15 тысяч, итого у нас 32 тысячи членов партии, сторонников на партийном строительстве, у нас 23 местных отделения, 848 первичных отделений, и на выборной кампании главы Республики Бурятия в муниципальных выборах мы эту партийную составляющую, конечно, использовали на выборах, и мы сами еще раз убедились, что это был даже своеобразный аудит партии, вот такой избирательной кампании, проверить нашу такую, скажу, боеспособность нашей партийной организации. Мы убедились, партийная организация у нас здоровая, она нерыхлая, она умеет выполнять задачи, и в этом центральные органы партии, ЦИК партии и Генсовет убедились. Вы сказали, сколько членов, сколько сторонников, а как сторонников считать, мне интересно. У нас есть первичное отделение сторонников, чтобы стать сторонник, человек пишет заявление, значит, принимается решение, и это все в реестре. У нас в реестре, в Москве в реестре, это не просто так, это все, значит, по волеизъявлению человека принимается соответствующие решения, протоколы и так далее. И он официально сторонник, тогда как членство? Официально сторонник. А через полгода, вот, он может стать членом партии, будучи сторонним, только через полгода. Полгода проходит, но, поверьте, мы никого не заставляем, мы просто работаем, и люди к нам тянутся, и такие случаи, чтобы заставлять вступать в партию, у нас нет. Вы, может быть, помните, лет 5-6 назад оппоненты все время нас критиковали, вот, якобы мы заставляем вступать в партию. Ничего подобного. Ничего подобного. У нас такого давно уже нет. Но, может, вначале были убеждения, да, может, некоторые в те годы убеждения приняли за принуждение, может быть, но в течение вот 6-7 лет абсолютно такого нет. И на уровне Российской Федерации такого нет. Вы заметили, теперь даже оппоненты нас не критикуют, и люди еще лучше к нам идут. Хотят реализовать свои возможности вот в партийных делах, потому что видят, что партия «Единая Россия» это партия реальных дел. Владимир Анатольевич, спрошу про Прибайкальский район. Накануне, там, на минувших выходных, там состоялось предварительное голосование, да, по определению кандидатуры для выдвижения на должность главы. Вот, ваша оценка какая? Каковы результаты? Да, вот, у нас участвовало 4 человека. Ну, мы, партия «Единая Россия», мы, выполняя выставные требования, мы проводим всегда предварительное голосование, прежде чем выдвинуть, ну, любые должности. Я уже говорил, на сельском поселении депутаты выше и выше, даже главы Республики Бурятия провели. То есть, мы спрашиваем народ, кого хотели бы вы видеть, в данном случае, при Прибайкальском районе главой района. Мы объявляем предварительное голосование, и кто желает, подает заявление и участвует. Мы сами не отбираем. Как и было в прошлом году, в Государственном Думе, вы знаете, там, значит, два человека, которые стали депутатами Госдумы от партии «Единая Россия», они даже беспартийные. Но у них тоже право есть у беспартийных. Только нет права участвовать в нашем предварительном голосовании членам других партий. У них свое, свой устав. И при Прибайкальском районе у нас такое предварительное голосование прошло. Одержал победу Семенов Сергей Александрович. У него, за него проголосовало... Это, кстати, по первой модели, то есть как настоящий выбор, кто хочет, приходит и голосует. Это не четвертая модель, когда только партийцы собираются. Здесь весь народ приходит. У кого есть желание, у кого есть возможности, и голосует за того или иного кандидата. Он член «Едина России»? Ну да, он член «Едина России». Потом за ним Островский, вот, Евгений, он глава сельского поселения Турунтайское. Третье место Церенджап Тимур Ачижич занял. И четвертое место Козулин, он индивидуальный предприниматель. Местное отделение партии, кто занял первое место, тем более такой отрыв, в Островске 300 с небольшим голосов. Мы, местное отделение нам вчера представило эту кандидатуру на согласование. Мы вчера после обсуждения согласовали эту кандидатуру. Мы не нашли там таких существенных причин, чтобы отказать. Существенные причины, если судеемость была, там еще что-то не нашли таких, согласовали. И сегодня местное отделение партии Прибайкальского района его будет выдвигать уже кандидатом, да, на главу Прибайкальского района. Понятно, что в выборной кампании по Прибайкальскому району на должность главы района будут участвовать и другие самовыдвиженцы. Я думаю, что там будет не меньше, чем в «Джиде». В «Джиде» было 7 человек. Там у нас одержал Валерий Ильич Дожидович. Но мы будем, конечно, помогать нашему кандидату. Но это обычная работа с необычными приемами со стороны особенно оппонентов. Если заговорили о кандидатах, мне интересно в завершении программы услышать ваше мнение о команде Циденова. Все мы знаем, на вчерашней сессии «Хурала» утвердили несколько зампредов. Как ваше мнение? Какова команда сегодня собирается? Прежде всего, я должен сказать, что мы провели заседание фракции «День России» в «Народном хурале». Депутатов у нас в фракции 46 человек. Вчера присутствовало в пределах 35. Явка была хорошая. Мы перед сессией утром в 8.30 утра уже обсудили все кандидатуры. Каждого заслушали. У нас обсуждение проходило 1 час 20 минут. Мы проголосовали. И это голосование мы реализовали на сессии «Народного хурала». То есть, выполнили решение фракции. Я думаю, что Циденов умеет подбирать команду. Он сам очень эффективный руководитель. И даже на выборной кампании, на праймеризе было с ним легко. Потому что пришел человек подготовленный. И пока он исполнял обязанности главы Республики Бурятия, он показал свою эффективность управления и решение многих вопросов, которые необходимы для Республики Бурятия. И таких же людей он и подбирает для того, чтобы у него работали в команде. И также эффективно и быстро решали вопросы, которые у нас некоторые даже и годами не решались. Я не буду все перечислять, но я думаю, что Алексей Самбуч Циденов сделал правильный выбор. Мы оценили этот выбор. И на седании фракции, и депутаты «Народного хурала» все в целом. Очень серьезно поддержали всех кандидатов. Все кандидаты прошли. И я думаю, что все те, кто стали заместительным председателем правительства, уже согласованы с «Народным хуралем» и назначены главой Республики Бурятия, они также будут эффективно работать. Мы в этом уверены. Владимир Анатольевич, что касается Кабинета министров. Открытый конкурс. Как вам вообще такой метод, когда любой КВНчик идет на министра спорта, пишет заявку, и у него есть шанс стать министром? Я думаю, что это очень правильно. Потому что у нас есть еще впереди большая работа по кадровой работе. У нас еще нет такой хорошей модели кадровой подготовки и вообще кадрового резерва. И вот когда объявляется конкурс на какого-то министра, у нас достаточно много людей участвует. Кто-то пройдет, кто-то не пройдет. А кто не пройдет, они будут учтены для включения кадрового резерва. Я думаю, что это очень правильно. Это не просто такое прямое назначение, а именно конкурс. Мы это приветствуем. По сути, уже в конце октября, по-моему, 23 октября уже определятся. Или когда будет решение о назначении министра? Ну, еще точной даты нет. Эта дата может быть, она такая плавающая. Но я думаю, что в этом году точно. Ну, в ноябре, наверное, уже узнаем. Скорее всего, Алексей Самбович, он долго не будет, долгий ящик это откладывать, потому что ему нужны министры, которые уже твердо сидят в своем кресле и твердо держат в руках ситуацию, которые должны немедленно работать, решать те вопросы, которые стоят перед министерством. На этой ноте предлагаю закончить программу. Время, к сожалению, стекло. Я напоминаю, что сегодня в гостях у студии ТВКОМ был секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Народном хурале, заместитель председателя Народного хурала в Республике Бурятия Владимир Анатольевич Павлов. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Всего доброго и до встречи в эфире телеканал ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин